Всем здравствуйте! Это проект Стрелитамакского телевидения, который учит, как стать приемными родителями или взять ребенка под опеку. Наши герои – мальчишки и девчонки, чья мечта – жить с мамой и папой. В Стрелитамаке больше 900 детей, оставшихся без поддержки родителей. Без войны и голода при живых родителях, в детском доме, в доме ребенка и в патронатных семьях воспитываются около 600 отказников. Остальные – круглые сироты. Каких детей, в какие семьи определяет управление по опеке, узнаем прямо сейчас. Оставшись без семьи, ребенок попадает под ответственность государства. Управление по опеке и попечительству присваивает ему один из двух статусов – сирота или ребенок, оставшийся без попечения родителей. Сиротой считается несовершеннолетней, чьи родители умерли или признаны безвестно отсутствующими. Детьми, оставшимися без попечения родителей, суд признает тех, кого родители бросили, чьи родители лишены прав, либо находятся в местах заключения. Также под категорию попадают дети недееспособных. Для таких ребят больше подходят патронатные и приемные семьи. В этой семье ребенок, когда проживает, он может поддерживать связи с кровными родственниками. Могут родители изменить свое отношение к жизни, могут восстановиться в родительских правах, если человек встал на путь исправления и осознал свои ошибки, которые он совершил в этой жизни. Таким людям органы опеки стараются идти навстречу. Если человек исправился, нашел постоянную работу, создал условия для воспитания ребенка, он может в судебном порядке добиться возвращения родительских прав. Сиротам ищут именно усыновителей. В интересах государства создание полноценной, постоянной и крепкой семьи. У нас есть хорошие люди, замечательные наши кандидаты, которые приходят к нам, у которых много сил, много возможностей, есть желание подарить свое тепло деткам. Есть люди не только бросающие родных детей, но есть люди, которые берут чужих детей. Согласно законодательству, этот процесс называется отобрание. Отобрание может быть произведено на основании, допустим, информации детской поликлиники или образовательного учреждения о том, что там происходит в семье, о том, что родители заупотребляют спиртными напитками или на детьми совершается физическое или психологическое насилие. То есть существует реальная угроза жизни и здоровью ребенка. Также это могут быть сообщения посторонних людей, граждан, соседей, допустим, которые могут прийти или позвонить нам. На основании представленного сообщения или информации, мы тут же в течение трех дней выезжаем в эту семью. И если все эти факты подтверждаются, если соседи все это подтверждают, то органы опеки и попечительства готовят акт, в нашем случае это постановление администрации городского округа об отобрании детей. 11-летняя Диана обожает ролики. Впрочем, как и любой другой активный спорт. Из детского дома в городе Октябрьском переехала всего полгода назад и уже освоилась. На танцы и пение с девочками, если спортивные игры, то с мальчишками. Ну а секретничать только с лучшей подругой, Лерой. Весело. Очень любит рассмешить всех. В смысле шутки какие-то? Да, шутки там показывают разные лица. Только находясь наедине с собой, Диана тоскует по полноценной семье и не понимает, почему за ней до сих пор никто не пришел. Представляет, какими были бы мама, папа. Я бы хотела такую семью, где будет весело, хорошую маму, папу, братика, сестренку. Воспитатели сходятся во мнении. Девочке нужна полноценная семья. Детский дом при всех возможностях не заменит родных родителей, тем более в подростковом возрасте. Семья ей подойдет полная, где будет и папа, и мама, братишки, сестренки. То есть она любит за маленькими ухаживать. Она такая заботливый человек, она очень добрый. Когда Диану заберет мама, пока неизвестно. Зато девочка уже точно знает, как тепло она ее встретит. Если у вас возникли вопросы, если вы решили сделать шаг на встречу Диане, звоните в управление по опеке и попечительству или в редакцию СТВ 22 84 77 и примите ребенка в семью. Сайт мамастерлитамака стрмама.ру. Жизнь в ритме детских сердец.